Стал у нас долгожданный месяц апрель И мы снова едем На склад транспортной компании Деловые линии, чтобы на этот раз забрать уже не САПы И вы не поверите, друзья Мне жена подарила PCP винтовку Ты мне скажи, зачем ты мне это подарила Вот скажи мне Я с вами не знаю, зачем я тебе это подарила Ты должна сказать, потому что ты любишь мужа больше всего Давай, говори Я тебя очень люблю, и поэтому я решила тебе подарить Такой подарок, потому что ты всегда мечтал Друзья, мы слышали, друзья Я просто шокирован Просто я шокирован происходящим Забрали мы винтовку На складе, честно говоря Настроение нам чуть-чуть подпортили Потому что упаковка приехала замятая Открыли, там, если на складе Все оказалось целое Покажи Прицел пришел Вот он, Липерс Липерс 312х44 Сейчас мы домой придем, более подробно посмотрим Заправочная станция в этот же день пришла Это с самого завода Атамана Пульки были рассыпаны по сей коробке Неужели нельзя было эти пульки положить в пакет Я не знаю Собрали, как могли Вот Ну, собственно Винтовка сама Опять же, дома посмотрим более детально Здесь смотрю Вроде бы все целое Сейчас попробуем Холостой выстрел Один раз заряженным выстрелим Ну и так, мы дома Я уже говорил, да Нам чуть-чуть подпортили настроение Что мы могли бы получше паковать Я не знаю, немножко винтовку Ну, слава богу, что пришло целое В второй раз ее открываю В третий В принципе, по упаковке здесь ничего такого нету На ютубе есть обзоры, когда их достают Я хочу просто показать Как выглядит винтовка Получается Февраля 2018 года выпуска Вот Ну, более вблизи Сейчас я покажу детально Здесь, кстати говоря В комплекте Идет весь набор документации Вот Ну, пакет, честно говоря Здесь то ли надорванный То ли он лукнутый Не знаю Короче, он не закрывается И с него все эти кишки высыпаются постоянно Шестигранник опять вылетел Вот Ну, в общем Вот так выглядит винтовочка Серийный номер 310-626 Совпадает 15 февраля 2018 года Дата изготовления МЗВО Москва Ну, документы, я не знаю Тут особо ничего нет Гарантийный талон Сертификация ответствий Паспортное зелье Не будем ничего доставать Так я, в принципе, посмотрел Все внешне Косяков никаких нет Все ровно Даже несмотря на то Что коробка была погрежденная Да Вот Ну, немного, честно говоря Меня удивил магазин Удивил магазин Ну, вот это место Агрич подробнее Сильнее Вот То есть При взведенном состоянии Вернее При Задвинутом до конца Досывателе Как бы Он не болтается Да Абсолютно не болтается А если, скажем Его Отвести Да Разблокировать Немного Он немного болтается Здесь Вот Я сейчас полностью Освободил Видно, что он Как бы болтается Ну, вроде бы не критично Но, в то же время Честно говоря Я на эту мелочь Внимание обратил Более того Здесь вот Если его вытащить Аккуратненько Да Видно, что Центровочное отверстие Сверлили второй раз Уже после покраски После анодирования Не знаю Какое здесь покрытие Вот Так, в принципе Все целое Как бы Вопросов нет Попробовали на улице Шмальнуть В гараже Вот Ну, конечно Заводской мощности Из коробки Там Мощи меня никакой нет Абсолютно Пулька от деревяшки Отскакивает Вот Поэтому В принципе Абсолютно новое изделие Как бы Все ровное Сейчас покажу Чуть ее поближе Вот Честно говоря Всегда Хотелось посмотреть Как выглядит винтовка Вблизи Вот На ютубе Обзоры Смотришь Там вроде бы Что-то показывают Рассказывают Но все равно Не видно до конца Текстуру Как сделано Вот Из материал Какой Вблизи Сейчас Постараюсь Вам это показать Каких-то изъянов Косяков Я здесь не нашел Все достаточно Аккуратно Винтовка Пришла Задутая 150 Свер Здесь Вот Ну, плюс Я 4 раза Выстрелил В принципе С такой мощностью Там стрелка Почти не сдвинулась Вот Все ровненько Сейчас Сейчас еще Попробуем Посветить ствол С казенной части Посмотреть Видно ли Нарезы Так Как бы Внешне Никаких Косяков Нет Устреляет Ничего Не сказать Ну, кстати Говоря Она даже Стоит Если ровно Поставить Тыльник Приклада Резиновый Деревяшка Чуть Темнее Чем На фотографии Я смотрел Ну, в целом Как бы Все ровно Придраться Не к чему Дальше Посмотрим Эксплуатация Покажет Смотри Кот Ест траву Мила А ты где? Пшеница Вот Проросла Пшеница Буквально Ей где-то Неделя Посадили Для котика Вот он Ест Траву С обратной С нижней В принципе Тоже Все ровно Придраться Не к чему Вот еще В таком ракурсе Тоже Покажу Ну В общем-то Как-то так Кстати говоря Здесь Два Гужона Держит ствол Один Заклеен Наклейкой Атаман Здесь Якобы Слом Не снимался Но По крайней мере По внешнему виду Как бы Лужунчиков Да Болтиков Что я здесь видел Ничего вроде как Не крутилось Все абсолютно новое Так Ну ладно Это мы еще сейчас посмотрим В дальнейшем Сразу мы Купили Вот такую вот Заправочную станцию Атаман Без манометра Потому что Манометр Вроде как Был на Баллоне Честно говоря Сейчас посмотрим Я не помню Манометром Или нет Эта заправочная станция Стоит Что-то порядка Трех тысяч Что-ли Что-то я уже подзабыл Вот Заказывали Непосредственно На заводе Также купили Вот такой вот Прицел Оптический Липерс 3,12х44 Вот такая Тяжелая штука Порядка Наверное Грамм 800 Наверное Чувствуется На лочек Вот Но это мы уже Посмотрим Мы как бы Не обзор снимаем Просто Хотим показать Как выглядит Изделие Из коробки Произведенное В 2018 году Вот Ну Как бы Добротно сделано Мне нравится Сейчас посмотрим Баллон еще отдельно Баллончик Ребята Тоже сразу Купили Пульки Даже в этой коробке Болтаются Прошу прощения Я еще болею За сих пор За месяц Болею Баллон приехал Задутый Не знаю Вам Видно Не видно Здесь 30 атмосфер У него Задута Я думаю Что На ближайшее Время На эксперименты Нам хватит Давления Здесь От сжатого Воздуха Вот Вот Такой Красивый Баллончик Элина Т Только вот Я опять Забыл То ли 70 литров То ли 9 Сейчас Где-то здесь Должно быть Написано Вместимость Баллона 7 литров Стекловолокно Материал Силовой Оболочки Ну на самом деле Как бы Я здесь Небольшой Специалист Но вот То что Пишут в интернете На самом деле Он сделан Из металла Внутренняя часть А сверху Он Замотан Стекловолокно Со смолой Там На много Много Слоев И Как бы Особенность Таких Баллонов Считается В том Что Они легче Металлических И в случае Если он Падает Или Вы создаете Условие Когда может Разбиться Ну Так условно Считается Что Он Не взрывается Образуется Трещина Через Которую Просто Воздух Стравливается Я Конечно Не хочу Оказаться В условиях Когда взрывается Баллон Потому что Если Так По большому Счету Разобраться Сейчас Передумаю Сосуд В котором Бешеное Просто Давление Вроде Как Это Считается Безопасный Баллон Он Прошел Контроль Вот Изготовили Его В январе 2018 Года Ну И Какой Трану Срок эксплуатации 10 лет У него Здесь Написано Кому Интересно Тут Посмотрят Вот Потому что У нас Сначала Была Идея Купить Насос Но Потом Почитав Обзоры Посмотрев Отзывы На Ютубе Я Понял Что Накачать Линтовку Давление Нужного Насосом Не Получится Все равно Здесь 300 атмосфер Допустим Мы будем Загонять 250 280 Атмосфер Насосом Уже Не Накачаешь Такое давление Да и как бы Насосом Надо качнуть На самом деле Там Больше сотни раз После этого Руки Трясутся Сердце Бьется Как в лошади Как бы Поэтому Будет интересно А с этого баллона Я думаю Там 15-20 Заправок Наверное Винтовка Можно произвести Ну Посмотрим Конечно А ну И пульки Пульки Купили Exact Diablo Кэвики 1 175 грамма 500 штук Вот эти Кстати Пульки У нас Рассыпались Вот Да Надо будет Хотя бы В пакет Какой-то Положить На самом деле Пульки Эти Я думал Что они Будут Абсолютно Чистыми На самом деле Руками Трогаешь Они все равно Оставляют Следы Они маркер Немного Ну В общем-то Ребята Вот так Вот выглядит Винтовка Изготовленная В 2018 Году От Аман В принципе Я очень доволен Покупкой Хотя Стоит Конечно Винтовка И это Будет здоров Ну Все Всем спасибо Смотри Вот ты траву Садила пшеницу Смотри Вот он ее Ест Теперь Видишь Подожди Не иди к нему Пускай он покушает Что тебе было Легче Спасибо за субтитры